За 11 месяцев этого года на товарной бирже заключено 366 тысяч сделок, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Общий объем заключенных сделок составил 4,7 миллиарда, это на полмиллиарда больше, чем в 2019 году. В текущем году мы столкнулись с такими же вызовами, как и все остальные компании. Это ограничения, которые вводились в государствах, вызванные пандемией COVID, сложность в организации логистических процессов, закрытие границ. Поэтому мы вынуждены были достаточно оперативно реагировать на все эти вызовы. У нас был реализован на уровне правления комплекс мероприятий. Эти мероприятия заключались в введении моратория на применение штрафных санкций, в продлении сроков расчетов и в продлении сроков предоставления необходимых документов для закрытия биржевых сделок. Сегодня можно сказать, что эти мероприятия не дали большой эффект. По итогам работы за этот год мы не наблюдаем существенного увеличения неисполненных биржевых сделок. Мы по данному показателю находимся на уровне прошлого года. Мы вынуждены были достаточно быстро перестроить принципы своей работы с клиентами и в очень сжатые сроки была проведена внутренняя реорганизация всей компании. Мы перевели все процедуры в электронный формат и сегодня все процессы работы на белорусской товарной бирже, они не требуют физического присутствия человека, либо представителя компании в офисе. Это включает в себя и процесс аккредитации, процесс совершения биржевых сделок и уже их закрытие по факту исполнения. При этом нам удалось сократить сроки совершения всех процедур и убрать практически все платежи. И сегодня мы можем говорить, что работа на белорусской универсальной товарной бирже, она не требует никаких оплат со стороны наших клиентов. Сегодня это является отличительной нашей чертой вход на белорусскую универсальную товарную биржу, он полностью бесплатный.